В завершение выпуска новости из Ямала. Туда как раз таки доставили 17 холмогорских коров. Перед путешествием животные прошли 30-дневный карантин и все ветеринарно-профилактические мероприятия. Буренок ввезли из Вологодской области специальными машинами до Югры, а после на пароме по реке до Акскарки. Большинство рогатых остались жить в столице Приуральского района, но несколько отправили в Белоярск. Подробности у наших коллег. Путь был непростым, но пятнистые толстушки выдержали его с честью. Пощипывая высушенную траву, молодые буренки привыкают к новому месту жительства. Правда, держат их пока отдельно от других животных. Эти 10 буренок сейчас находятся на привязи в так называемой зоне карантина. За коровами особый уход. Им отдельно приносят воду и сено. Но уже примерно где-то через месяц они пройдут акклиматизацию и их отправят в общее стадо. Такие меры отнюдь не лишние, подсказывают специалисты. Коровам нужно не только привыкнуть к суровой окружающей среде, но и успокоиться после поездки. К тому же они все ждут потомства и могут себе навредить. Они сейчас не привыкли. Они пока испуганы вот за этим. Вот друг друга не били и не бежали. Вот для этого. Но привыкают холмогорские животные к новым условиям очень быстро. Именно поэтому их завозят на Ямал каждый год. Она не очень пикотлива к условиям содержания. То есть у нас и нету так же и пазвищ, на которые мы можем выгонять коров. Поэтому вот эта вот порода в основном себя зарекомендовала. Кроме коров, вологодскую прописку на Ямальскую сменили и два бычка. Они будут обновлять стадо. Все это поможет повысить надой на предприятиях. Правда, как отмечает директор Салихартагра, реализовывать все это будет проблематично. Молоко поставляется в образовательные учреждения и магазины. А вот остальное, например, кефир или йогурт, берут неохотно. Больше акцент делается на более дешевый продукт. Я думаю, что это основная причина, почему у нас бывает. Конечно, не всегда. Конечно, наш продукт уже завоевал своего потребителя, но проблемы такие возникают. Свежая молочка, конечно же, всегда вкуснее и полезнее привозной. И ямальские производители надеются, что спрос среди северян станет выше, ведь местные коровы работают в полную силу. Андрей Силенко, Евгений Четвертак, Сергей Пекалов. Вести. Ямал. Андрей Силенко, Евгений Четвертак, Сергей Пекалов. Продолжение следует...